этот решила мясо по-новому приготовить вот намазала томатной пастой посолила поперчила сейчас эту сторону накрою и сделаю также в другой стороны жарить будем на сковородке может так поменьше всего лететь всякая дребедень и люблю когда во все стороны брызгается поэтому хочу попробовать так примет понравится не узнать что делать постоянно нет я смотрю закипел термопод сейчас будем пробу снимать а то вдруг там какой-то недокипяток или наоборот какой-нибудь особенный вот все сейчас я его вот так вот аккуратненько выгибаю и на сковородочку вот 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот что у нас тут получается. Брызги пока еще ни одной не было. У меня достаточно сильный огонь. Вот видите, обычно я на меньшем газу жарю. Потому что иначе будет лететь все выше потолка. У меня зацвела орхитейка. Вот смотрите, это скорее всего зелененькая. И вот здесь у нее еще один цветонос. Так что будем с цветочками. Это у меня крестовник. Не знаю, так меня умиляют эти горошинки. Так он мне нравится. Я так долго его хотела. И когда заполучила, прям вот радости моей не было предела. Еще у меня, кстати, не только круглые. Есть еще вот такой вот. Вот такой. Видите, он как продолговатенький. Тоже очень красиво смотрится. Вот. Это я его сейчас вот развожу. Так, что у нас тут? Это мой аспарагус, который я вам показывала. Да? Он уже новые веточки гонит. Это у меня на три горшочка я его рассадила. Отлично он принялся. Все замечательно. Вот. Здесь скоро будет свистеть у меня геранька. Это антуриум. Такой небольшой, знаете, не крупный. И спотифилум. Здесь у меня фикусы укореняются. Тут у меня тоже крестовник. А это вот я недавно купила себе такого мохнатика. Видите? Роза там какая-то ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ну, короче, вы поняли. Суккулент не удержался, что она такая. Такая вот мохнатая. Так что будем светочками. Ну, тут у меня фиалочки цветут. Они, в принципе, круглый год цветут. Я уже на них даже внимания не обращаю. Вот. Пойдемте, покажу вам в комнате. Это тоже вот второй горшочек аспарагуса. А третий на балконе у меня стоит. Пойдемте, покажу вам в комнате, что у меня. Здесь у меня тепличка моя. Там приживается у меня стоит на угоренении розы, эустома и бегония. Бегонию из кухни пришлось убрать, потому что ему очень жарко. Здесь у меня фиалочный рай мой. Посмотрите, какая прелесть. Ах! А там вот волшебный тюльпан. Тоже много бутончиков, видите? Вот на этой тоже, посмотрите, сколько бутонов. Вот такая у меня есть красоточка. Посмотрите, с зеленой каймой. Это Гриня. Ну, не эта Гриня, а цветок называется Гриня. Вот такая. Это балчик. Мини фиалочка. Вот такая вот розовая. Вот эта вот уже отцветает. Я вам ее показывала, когда было обильное цветение. Вот такая. Вот эта вот тоже. Она крупная, но сейчас по жаре что-то не хочет. До полного распуска доводить цветы. Здесь у меня вот под сплитом кайфуют и устомки. Снизу посмотрите, как начали активно расти. Бутоны все пришлось посрезать. Так жалко было, но деваться было некуда. Потому что на жаре они стали все полупрозрачные какие-то. Перестали распускаться. И уже вот смотрите, здесь в фурохладе она отращивает новые бутончики. Скоро должна будет завести повторно. Бегонию тоже пришлось в кухню унести сюда. Потому что там жара. Это у меня фиалочка трейлерная. А это вот остальная стука. Два куста тоже. Видите, вот снизу как активно пошла расти. А это прям вообще тут вон какие большие боковушки. И то же самое. Видите, все пришлось ободрать. И вот новые бутончики. Только на них надежда, что они зацветут. Если нет, то придется вот обрезать стволы. Чтобы от корня отрастало. Но я думаю, что зацветет. Здесь прохладно. Все нормально будет. Вот такое у меня в спальне окошечко. А там сзади, видите, блин, это с этим карантином. Все тащишь в квартиру, как муравей. Жить негде. Тут у меня розочки укореняются. Вот эта вот роза, она активно начала расти. Видите, под колпачком. Но без колпака еще сушат листочки. То есть вянут они сразу. Тут у меня вот орхидейка цветет. Это меничка. Тут у меня розы. С бутоном, кстати, с новым опять. Нормально себя чувствует. Тут вот фу на них. Это у меня хризантемка тоже начала расти от корня. В общем, вот так вот потихонечку. Там у меня орхидеи, замиокулькас. Что там, только нету. Но пока здесь цветут, то я тут больше торчу. Я торчу там, где цветут. Все время. Поэтому оттуда, как только там цветонос выбивает, то я ее оттуда вытаскиваю и приношу в то место, где у меня они уже там потом стоят. А тут у меня, смотрите, детка. Я так активно уже начала корень растить, что ее пора срезать. Иначе я потом их просто в горшок не запихну. И сверху тоже крестовник. Там у меня тепличка, там укореняется эустома. А здесь у меня дают корешки эустома. Два черенка, роза и еще что-то. А, хризантема. Так что вот так. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Давайте посмотрим, что у нас тут с мясом происходит. Это я уже последний раз переворачиваю. И буду бумагу снимать. Я думаю, что оно там уже и промариновалось. И на сковородочке чуть-чуть обжарю. Потому что я так подозреваю, что оно там не обжаренное ни разу. Ну смотрите, мясо там внутри поджаренное. Я вот его просто вынимаю из бумажки и на тарелочку кладу. Я забыл, что там дожди не так уж и много у нас. У нас же ее носок вот хватает, да? Мне не хватит. Ну спустись в магазин-то тут с трех шагов. Вот так получилось. Имейте в виду. В общем, вот так, смотрите, приготовилось мясо. Оно мягкое, вкусное. Теперь будем готовить гарнир. А это сковородка, где жарилось мясо. И плита чистая. А на ужин у нас будет вот такая вот картошечка молодая. Я ее щеточкой аккуратно помыла и не срезаю шкурку, не чистя. Вот так вот она у нас запекается с луком и со специями.